что куда зачем привет ты на канале золотого яблока это рубрика что куда зачем в котором мы рассказываем полезные бьюти лайфхаки меня зовут клава гольман и сегодня мы поговорим о смене ухода за кожей к осени я расскажу какие активы сейчас наиболее актуально вводить в уход как подобрать более плотный увлажняющий крем и конечно покажу хорошие средства для этого холодного времени года обязательно смотри это видео внимательно и до конца потому что где-то появится промокод на дополнительную скидку на сайте приложение золотого яблока ставь лайк этому видео подписывайся на наш канал включай колокольчик чтобы не пропустить ни одну тему и давайте начинать почему вообще нужно менять свой уход с летнего на осенний в теории если у вас нет никаких проблем вы не ощущаете что кожи изменились потребности то это и не нужно особенно если вы не знаю гуру ухода супер тонко чувствуете сменившееся настроение вашей кожи то в принципе уход можно и не менять но в этом году осень в некоторых городах пришла как-то очень резко например моя кожа просто в шоке от резких ветров изменившейся температуры и перепадов влажности поэтому я немного свой уход адаптирую возможно вам тоже стоит это сделать итак начнем с очищения в принципе здесь все остается прежним я приветствую двуступенчатое очищение первый этап с гидрофильным маслом или мицеллярной водой и второй с гелем или пенкой единственное что возможно второй этап вам стоит подобрать более мягкий какой-то более нежный кремовый продукт например мне очень нравится очищающий клензер от don't touch my skin это супер кремовый продукт здесь очень мягкие очищающие агенты также увлажняющие компоненты и после него не чувствуются стянутости на коже если вы ощущаете стянутость на кожу после умывания то вам точно стоит подобрать что-то более мягкое далее увлажнение и этот пункт уже скорее всего потребует легкой модификации глобально можно разделить средства для увлажнения на более водянистые гелевые на более плотные окклюзивные где больше липидных компонентов и осенью и зимой конечно стоит обращать внимание на более плотные крем и как раз таки где больше эмалентов больше каких-то масел больше силиконов почему также стоит выбирать более плотные окклюзивные кремы для того чтобы защищать кожу от ветра и холодных температур для этой цели мой любимый крем просто на все времена это для рожь позе сикопласт бомби 5 он просто как какой-то супер классный бальзам если он тяжеловат для нанесения на все лицо то можно носить точечно только на щеки или только на носогубный треугольник где у вас самые активные шелушения перед выходом на улицу на мороз на ветреную погоду он подходит даже для самой чувствительной кожи для самой раздраженной и защищает от всех проблем связанных с погодой ссылку на все продукты о которых я сегодня рассказываю можно найти в описании к видео не забывай про нашу быструю доставку и и условия также в описании если осенью у вас случилось какое-то раздражение нарушился кожный барьер то стоит обратить внимание на крем с церамидами это сорбет крем с церамидами от darling он супер красивый выглядит как какой-то йогурт но он густой не водянистый а скорее какой-то я не знаю он супер бархатный и успокаивающий кожу церамида хорошо восстанавливает кожный барьер борется с раздражениями и в общем супер классно увлажняют кожу плюс крем достаточно легкий если вы не любите тяжелой текстуры то вам он отлично подойдет если случилось что-то очень страшное вам экстренно нужна помощь для кожи кожа обветрилась не знаю с мороза очень раздраженные или во время дождя перепадов влажности как-то в общем неприятно себя чувствует то можно попробовать маску для лица и рук около кстати уход за кожей рук также актуален в это осеннее время эта маска как какой-то бальзам почему она достаточно окклюзивная густая и она супер восстанавливающая можно так сказать она действительно средство для спасения раздраженной кожи шелушащийся и обветренной нужно совсем немного можно наносить на сухие руки на кутикулу можно носить на лицо не думайте что если на продукте написано что он для рук то его нельзя использовать на коже лица можно как раз эту маску точно плюс он также супер круто пахнет и почему после нее кожа прям такая отдохнувшая здоровая увлажненная а вот и промо код на дополнительную скидку он действует ограниченное время поэтому успеваем воспользоваться осень это прекрасное время чтобы начать вводить ретинол в уход ретинол немного истончает кожу и поэтому она становится более подверженной солнцу что не очень хорошо но сейчас когда вы в индекс уже достаточно маленький можно смело вводить такие продукты в уход и я бы здесь порекомендовала два продукта первое это сыворотка don't touch my skin don't touch my retinol плюс это их более мощная версия с семью десятыми процента ретинола это скажем такой резину для продолжающих тем не менее он очень мягкий а здесь не оцинамид фосфолипиды и в целом сама формула средства с такими эмалентами общем компонентами родственной кожи поэтому этот продукт приносится достаточно легко если вы только ознакомитесь такими продуктами помните что вводить их в уход нужно постепенно чтобы не получить раздражение сначала раз в неделю потом пару раз неделю затем через день и только затем если кора себя хорошо чувствует используйте ретинол каждый день еще один хороший продукт в этой категории это ретинол от арт-инфакты здесь уже один процент ретинола то есть еще выше концентрация и также здесь масло ши и ниацинамид 4 процента масло ши также помогает сделать продукт более мягким чтобы он лучше переносился кожей чтобы не было раздражения которое может быть от ретинола вообще чем хороший ретинол если вы вдруг не знаете то он помогает избавиться от морщин пигментации следов от акне то есть пост акне вообще это не знаю это мой любимый активный компонент он самый эффективный самый изученный и за подходит практически всем другие средства с ретинолом то можно заказать на сайте приложение золотого яблока например вот эти также хочу пару слов сказать о защите кожи от солнца до сейчас уф-индекс уже низкий и вы вряд ли обгорите особенно в условиях города но если вы используете активные ингредиенты если для вас важно профилактировать старение кожи то все-таки я бы советовала пользоваться санскрином каждый день тем более что сейчас в холодное время года санскринами пользоваться приятней как минимум мы не потеем не нужно так часто их обновлять в общем возможно это как раз то время когда нужно вводить это в привычку из недавнего что мне очень понравилось я попробовала эмульсию от от инфакта здесь spf 40 и здесь широкий фактор защиты и вот юви бьют юви и лучей то есть здесь большое количество фильтров нового поколения классных фильтров которые не раздражают кожу вокруг глаз и в целом этот санскрин супер комфортный если вы никак не можете подобрать для себя солнцезащитный крем который бы не ощущался на коже то я советую обратить внимание на него также здесь увлажняющих компоненты в принципе он сможет заменить обычный дневной крем еще этот крем заявляется как база под макияж он очень легко распределяется хорошо ложится на лице не забивается в складки в мелкие морщинки и макияж на него тоже замечательно ложится надеюсь теперь эта тема стала тебе более понятной и ты с легкостью сможешь адаптировать свой уход к осенне-зимнему времени пиши внизу в комментариях как у тебя изменился уход с приходом холодного времени года подписывайся на этот канал ставь обязательно лайк этому видео и нажимай на колокольчик чтобы не пропустить ни одну тему от нас а на этом все и увидимся в следующем видео пока что туда зачем